В декабре прошлого года, позапрошлого года, мне вдруг плохо стало, тяжело. Я ехал, ехал в Ростов, и раз приехал в Ростов, и ба-бамс, все плохо. Мне тяжело, камни не помогают, я их одеваю, хуже становится. Снял камни, пробежки делаю, легче становится, йогу делаю, аскезо-статические упражнения легче, пащусь легче, все остальное не помогает. Молюсь, тяжело очень. Я сообщаю своим ребятам, говорю, вы на меня сейчас не рассчитываете никто, я не могу вам помочь в вашей жизни. У меня что-то все тяжело стало, и я даже с собой не справляюсь. И в это время раз моему отцу хуже, хуже, хуже становится, я такой молюсь, и чувствую, что я не могу ничего сделать. Маме говорю, мама, готовься. Через несколько дней отец ушел из жизни. Бывают периоды, когда человек еле-еле может справиться, даже сильный. Я даже молился по ночам, я никогда-то не думал, что я буду спать и молитву читать в это время. Так произошло. И всякое может быть в жизни, судьба может очень сильно навалиться на человека и разрушать все вокруг. Но я отметил, что я не сдался, то есть мое сердце не трогнуло. Я психически не вышел из древней. Я как читал лекции, так что никто не заметил, что то-то происходит вообще. Сердце не трогнуло. Когда отец ушел из жизни, дальше с ним там расправа пошла за его грехи. Я в это время тоже включился в отношения, начал молиться. Я не буду про это вам рассказывать, это у меня интимные такие же события в жизни. Но поверьте мне, молитва это огромное чудо. Оно спасает человека даже от того, что с ним начинают расправляться за то, что он сделал в своей жизни плохого. Молитва освобождает от этого всего. Это сильно большая сила. Я увидел его на тонком плане своего отца, что дальше с ним происходит. Я увидел даже то место, в которое он бы попал, если бы не было молитвы. Я никому вам не хотел бы советовать в это место попадать. Так или иначе, надо понять, что судьба в руках человека, если он серьезно настроен, серьезно настроен жить. Я вам рассказываю про себя, потому что это мой опыт, он передается, почувствует. Некоторые меня ругают, говорят, ты хвалишься. Я не хвалюсь, просто передаю. Я знаю, что мне Бог даст по пошти, когда надо. Все нормально. Мы все тут одинаковые. Итак, вы хотите знать знаки судьбы. Я вам расскажу про это все. Как диагностировать свою судьбу. Но сначала давайте разберемся с судьбой. Сначала пытаемся понять, как она действует. Просто научитесь смотреть в свое сердце. Вот вы часто находитесь в тревоге, в сомнении. Начните, просто помолитесь Богу. И первая стадия молитвы – это спокойствие в сердце. Означает, что вы наполнены счастьем настолько, чтобы можно продиагносировать свою судьбу. Человек, который не молится, не контактирует со святостью, не верит ни во что, он не может диагностировать свою судьбу, потому что судьба заставляет его верить в самого себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся, себя не теряли. Понимаете, человек не должен верить в себя. Оторвался от себя, начал верить в святость, чистоту, святыню. В сердце пришло спокойствие. Вот в это время, когда пришло спокойствие в сердце, знайте, что вы можете продиагносировать в это время всю свою судьбу. Вы ее не знаете. Она живет в памяти. Вспомните ребенка, своего мужа, непредвзято, просто чисто и светло вспоминайте. Если что-то плохое будет, оно само навязываться будет, понимаете, вам. Если вы вспоминаете, ой-ой-ой, это значит, что вы предвзято, неправильно. Нужно радостно, счастливо вспоминать мужа, ребенка. И если это счастье прорывается какой-то силой тяжелой, значит, у него тяжелая судьба. Опять же, не надо бояться. Вы этой силой радостной вспоминание о нем, когда вы молитесь, думаете о Боге, и потом о нем вспоминаете, это все туда идет. И вы будете побеждать эту тяжелую судьбу и чувствовать, что лучше с ребенком становиться. Потому что, так же, как есть три стадии приближения к победе над судьбой, первая стадия, не он виноват, не страна виновата, не боя болезнь виновата, а судьба. А вторая стадия приближения, я виновата. А третья стадия, никто не виноват, просто я ленивая душой или ленивый. Надо просто молиться, трудиться душой, бегать по улице, поститься, неподвижно стоять на службах, кормить или сидеть на молитве неподвижно. Все можно соединять с духовной практикой. Когда ты бежишь, можно лекции слушать очень эффективно, сильно входит все в уши. Когда ты стоишь неподвижно, молись, это супер молитва сочетательство с статическим упражнением. Когда ты постишься, в это время очисти себя от всяких грязных мыслей и дел. Думай о чем-то возвышенном. Пост соединяется с возвышенными мыслями хорошо. Человек очищается внутри и снаружи в это время. Но если ты не можешь пройти эти три стадии приближения к победе над судьбой, и не можешь сделать так, чтобы у тебя легко на сердце было, значит тогда ты не сможешь диагностировать судьбу. Потому что если ты начнешь о ней думать, ты испугаешься. И у тебя мнительность пойдет. А это означает, что ты будешь всегда только страдать. Никогда не поймешь свою судьбу, будешь всегда без куража. Понять свою судьбу можно только сильным сердцем. Сначала помолись, очисти свое сердце, сделай его сильным. И когда спокойно в сердце будет, о чем-то вспомни, радостно вспомни в своей жизни. И если на эту радость накладывается что-то тяжелое, значит плохая судьба. А если не накладывается, значит хорошая, вопреки моим мыслям. Можно думать, что у ребенка сейчас тяжело, а у него может быть нормально. И ты чувствуешь, что все нормально на сердце, легко на сердце, не тяжело. Значит все нормально. А внешне кажется, что тяжело. Это ошибка. Спасибо. Спасибо.